168 автомобилистов останутся без прав. За первые три месяца по всей России в результате таких дорожно-транспортных происшествий с нетрезвыми водителями погибло 207 человек. ГИБДД объявило о массовых рейдах на дорогах при Ангаре. Не улица, а минное поле. Вся улица Матросова оказалась практически без грошек. Злоумышленники за ночь оставили без люков улицу Матросова, когда о проблемах остается только шутить. А может, Иванов? Тра-та-та-та-та-та-та. А может, Петров? Тра-та-та-та-та-та. А может, Ситаров? Тра-та-та-та-та-та. Гадала я в роддоме. Ангарчане сыграли в апрельский КВН. Досталось политикам, таксистам и красавицам. В эфире новая региональная служба новостей телеканала «Актиз» начинает свою работу в студии Ирина Шавлюк. Здравствуйте. Более 150 автомобилистов сотрудники полиции привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Таковы результаты рейдов, объявленные ГИБДД в минувшие выходные. В Ангарском округе за нарушение закона водительских прав лишают 21 человек. Пятеро из них уже ранее привлекались за подобное правонарушение, и им грозит уголовная ответственность. Остальным предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и не садиться за руль полтора года. Хотелось бы обратиться к каждому гражданину Ангарского городского округа, чтобы думали перед тем, как совершать такие нарушения, потому что приводят они только к трагическим последствиям. Отмечается, что за первые три месяца по всей России в результате таких дорожно-транспортных происшествий с нетрезвыми водителями погибло 207 человек. Основная часть рейдов проходила именно в вечернее время. Выбирались места, так скажем, массового притяжения граждан. Это различные бары, рестораны, откуда, к сожалению, выезжают в нетрезвом состоянии. Массовые проверки водителей на предмет трезвости в течение этого месяца сотрудники ГИБДД будут проводить каждые выходные. В Черемхово 59-летнего жителя представили к награде. В феврале Геннадий Кулешов помог предотвратить разбойное ограбление. Неизвестный в маске вошел в торговый павильон и, угрожая женщине-кассиру, похитил выручку в размере 20 тысяч рублей. Пенсионер не растерялся и помог задержать злоумышленника. Им оказался 34-летний местный житель, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы здесь находитесь? По совершению выступления в уголовной ответственности. С какой целью? А бесстрашному пенсионеру награду вручил полковник полиции. Он отметил, что поступок мужчины может послужить примером. В областном центре полиция устроила массовую проверку мигрантов. Рейдовое мероприятие охватило 280 иностранцев. Подобные проверки оперативники вместе с бойцами спецназа и сотрудниками центра по противодействию экстремизму проводят регулярно, чтобы пресечь разного рода правонарушения. По итогам рейда 39 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России. 10 мигрантов поместили в спецприемник до тех пор, пока суд не примет решение о выдворении их из страны. А в Ангарске следственный комитет возбудил проверку по факту травмирования школьника на детской площадке в 278 квартале. Сюжет об этом выходил в нашем эфире 4 апреля. Семилетний мальчик, играя, разорвал себе мышцу и сейчас находится в больнице. Опасную арматуру коммунальщики уже убрали, однако за последствия им, видимо, все равно придется ответить. Продолжаем выпуск. В минувшие выходные на улице Матросова и старой части города произошло ЧП. Злоумышленники превратили проезжую часть и тротуары в минное поле. Они вывезли все металлические люки. Кто зарабатывает на металле и удастся ли вернуть похищенное, расскажем в сюжете далее. С улицы Матросова на отрезке от Маяковского до Иркутской за ночь исчезли 20 люков. 10 из них принадлежат Ангарскому водоканалу, 2 на балансе округа и 8 – собственность тепловых сетей. О происшествии в 5.30 утра коммунальным службам сообщил случайный прохожий. Вся улица Матросова оказалась практически без крышек и колодцев. Что это значит? Это значит, во-первых, ушло имущество как водоканала, так и теплосетей и администрации. А во-вторых, считай, 20 ловушек в городе. 20 ловушек в городе для детей, для женщин, для стариков, для жителей города, так скажем. К счастью, ЧП удалось избежать. В образовавшиеся отверстия не угодили ни люди, ни автомобили. По горячим следам полицейские проверили все местные пункты приема металла и обнаружили похищенное в микрорайоне Майск. Стоит отметить, что 45-килограммовая крышка в скупке стоит копейки – всего 180 рублей. Тогда как ее реальная стоимость почти 6 тысяч. Виновников ждет и уголовное разбирательство. За последний четвертый квартал, именно 2018 года, наблюдается рост хищения металлов на территории Ангарского округа. Всего за 2018 год, в 2018 год, в 47 было возбуждено уголовное дело по хищению металла. На англичном период в 2017 году было 31 дело возбуждено. То есть уже практически начало рост. Воровство люков, по данным коммунальных служб, возросло с прошлого года. В 2018-м Ангарский водоканал лишился 60 металлических крышек. За три месяца текущего цифра уже приблизилась к полусотне. Остановить вредительство, по мнению руководителя предприятия, можно лишь сообща. Если вы стали невольным свидетелем подобного происшествия, позвоните в полицию. А сейчас хорошая новость. Мусорную свалку уже до вокзала, на которую пожаловались наши телезрители, убрали. Незапланированный субботник провели силами окружной администрации. Привокзальную территорию очистили от пластиковых бутылок, стаканов и окурков. Напомним, сигнал от ангарчан поступил в редакцию несколько дней назад. Руководство железнодорожной станции заверило журналистов, что территория им не принадлежит. Найти хозяина, привлечь его к ответственности, пообещали в Комитете по управлению муниципальным имуществом. А пока ищут горы мусора, решили вывезти. Благодарим за оперативность. Каникулы закончились, а детские шалости продолжаются. Причем не самые невинные очевидцы засняли, как школьники бегают по тонкому китайскому льду в пойме за 29 микрорайоном. Один из мальчишек едва не провалился. Инспекторы ГИМС просят ангарчан относиться к таким происшествиям более ответственно. Нужно в первую очередь не снимать видео, а оказывать влияние на таких детей, которые находятся на этих водоемах. И вот вчера, допустим, видео снято, а именно информационные в ЕДС до 0-1 никакого звонка не поступало. Хотя мы неоднократно говорим о том, что пускай звонят, обращаются нам диспетчеры, дежурные, эту информацию будут передавать. Соответственно, мы будем на такие уже вызовы реагировать. Рейды по водоемам ангарские инспекторы проводят ежедневно. Родителям, чьи дети будут обнаружены за подобными играми, грозят штрафы в размере 3000 рублей. Однако никакие деньги не сравнимы с потерянными жизнями. В прошлом году, 5 ноября, под лед провалился мальчик. По словам инспектора, гимн с тела ребенка до сих пор не нашли. Четверть века на страже богатого урожая ангарский клуб «Академия на грядках» в минувшую субботу принимал поздравления с юбилеем. Торжественный вечер проходил на сцене Дворца культуры «Нефтехимик». Поздравить юбиляров пришли социальные партнеры, многочисленные друзья и знатоки с дачных дел. Мария Константинова подробнее. Идея создания клуба, где собирались бы любители шести соток, принадлежала Елене Целютиной. Знатный нефтехимик, чье имя украшает книгу почета АНХК, Елена Сергеевна, с упоением рассказывала о даче и богатом урожае. Ее советы были настолько увлекательны и полезны, что клуб моментально стал популярен среди ангарчан и собрал все большее количество садоводов-любителей. В сентябре 1994 года меня нашли. Наконец-то. Нашли Михаил Хилиппович, Татьяна Викторовна Левачина предложили. Ну давайте создадим клуб. Занятие в 12, в 10 часов к дверям подойти было вообще невозможно. Потому что все стояли и когда открывалась дверь, туда все врывались. Потому что было такое количество людей. Сегодня клуб собирается в театральном зале Дворца культуры «Нефтехимик». Помещение едва вмещает желающих послушать лекции. Нередко богатый урожай, который получают ангарские дачники, становится достоянием многочисленных семинаров, форумов и выставок, которые проходят в том числе и на главных площадках Иркутской области. Среди даже самых опытных участников клуб «Академия на грядках» всегда в лидерах. Вручается знак общественного признания за вклад в развитие ангарского городского округа. Лекции руководителя клуба Елены Целютиной востребованы не только в ангарском округе, но и в столице Иркутской области. Я думаю, что те садоводы, которые слушали ваши лекции, которые вы организовали эти лекции, консультации выдавали, они сейчас уверенно работают в своем саду и на грядках. И, соответственно, если что-то у них не получается, они обращаются к вам. Это большой труд, это большое значение. Для компании «Актис» начинает в эти весенние дни новый проект, который мы хотим представить вашему вниманию. В 2007 году впервые в эфире телеканала «Актис» вышла программа, которую решили назвать в честь клуба «Академия на грядках». За 12 лет проект стал настолько популярен, что его не только смотрят по всей России, но и присылают свои вопросы, как вырастить богатый урожай. Прошлым летом телеканал «Актис» показал целую серию сюжетов о самых красивых участках и садоводствах. Зрители узнали об успехах и проблемах местных дачников. И все это во многом благодаря Академии на грядках. Могу сказать, что среди средств массовой информации Ангарского городского округа телекомпания «Актис» ну, вот две так примерно, три ступеньки выше других. Но я должен оговориться, что этого не было бы, если бы на экранах телекомпании «Актис» в ее эфире не было передачи «Академия на грядках». Это, что называется, безапелляционно, это не подвергается никакому сомнению, это действительно так. Четверть века на страже богатого урожая. Свой серебряный юбилей клуб отметил с размахом. На протяжении нескольких часов со сцены Дворца культуры «Нефтехимик» не смолкали слова поздравлений. Гости из Иркутска, Слюдянки, Саянска, Москвы, академики, садоводы, партнеры, многочисленные друзья благодарили Елену Сергеевну за знания, за преданность любимому делу и бесконечный опыт, которым она щедро делится с садоводами. Мария Константинова, Дмитрия Новопашин. Местное время. В Ангарске проходил муниципальный этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо». В этом году заявки на участие подали 28 команд из ангарских школ. Юные инспекторы движения соревновались сразу в нескольких номинациях. Знатоки правил оказания первой помощи и выступления агитбригад. «Безопасное колесо» – это своего рода демонстрация итогов совместных профилактических рейдов школьников и сотрудников ГИБДД и профилактической работы юидовцев в детских садах и школах. Три станции у нас в личном зачете, одна в командном. Три станции у нас есть творческий конкурс, где они показывают агитбригады. На личном зачете дети показывают знания правил дорожного движения, знания основ оказания первой помощи, фигурное вождение велосипеда. А командные у нас – это как раз агитбригада и основы безопасности жизнедеятельности, где дети показывают знания знаков, знания велосипеда и правильное и неправильное поведение пешеходов при переходе дороги или где-то там, где-то по дорогам. Победители первого этапа конкурса отправятся отстаивать звание лучших уже на областном уровне. Состязания стартуют 15 апреля. Если ангарским командам повезет, то следующим этапом для них станут всероссийские старты. В Москве сегодня хоронят народного артиста России Алексея Булдакова. Он скончался на 69-м году жизни в Улан-Баторе от острой сердечной недостаточности. Талантливый артист часто бывал в Иркутской области и на Байкале. Сибиряки с удовольствием посещали его творческие вечера. От счастья обалдев, тоскуя или ссорясь, Возьмите карандаш и напишите совесть. Возьмите карандаш и напишите совесть. И вспомните, когда вы думали о ней. На что, на что, на что мы время тратим? Куда, куда, куда мы мчимся, как в ряду? С меня довольно, надоело, хватит. Остановите землю, я сойду. Порою страшно так, что сердце замирает. Но снова день за днём То каюсь, то грешу На дудочке кривой Я знаю, кто играет И всё-таки пляшу Под дудочку пляшу На что, на что, на что, на что мы время тратим? Куда, куда, куда мы мчимся, как в ряду? С меня довольно, надоело, хватит. Остановите землю, я сойду Жить надо высоко Душою звёзд касаясь Поскольку этот мир Лишь эпизод в судьбе Из пропасти земной Где правит ложь касая Возьми меня, Господь Возьми меня к себе На что, на что, на что, на что Возьми меня к себе На что, на что, на что Мы время тратим Куда, куда, куда мы мчимся, как в ряду? С меня довольно, надоело, хватит. Остановите землю, я сойду Остановите землю, я сойду В регионе В регионе начался сезон активности клещей Как обезопасить себя от укуса ядовитых насекомых На этот и другие вопросы отвечали в минувшую субботу 6 апреля В страховой компании «Колымская» Специалисты уже второй год подряд Проводят день открытых дверей Куда приглашают врача, эпидемиолога и всех Желающих ознакомиться с полезной информацией И поучаствовать в беспроигрышной Лотерее Подробности у Яны Поповой Сезон активности клещей начинается с конца марта И заканчивается в середине октября Пик приходится на май и июнь Врачи уже фиксируют случаи укуса клеща у граждан Как в черте города, так и на дачах И в местах отдыха на природе Как минимум укус клеща приведет к панике А вообще каждый год в Ангарске заболевают От одного до пяти человек энцефалитом И восемь-десять человек баралиозом Примитивные способы защиты Это все-таки самые взаимосмотры Каждые два часа Потому что когда клещ кусает Когда он попадает на человека Он не сразу найдет место для укуса То есть какое-то время проходит Когда он ползает и ищет это место Где можно присосаться и попить крови И плюс ко всему использовать эпиленты Сейчас большое количество в аптеках продается Они эффективны День открытых дверей проходит в Колымске Уже не первый год Сначала лекцию от эпидемиолога Слушают сотрудники Колымска Это некое повышение квалификации Ведь агент связующее звено между врачом и клиентом Который приходит страховаться У нас существует в компании Три программы по страхованию От укуса клеща Первая программа Это у нас исследуется клещ На две инфекции Это клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз Сюда входит удаление клеща Исследование клеща Исследование крови При необходимости Применение лечебных препаратов Иммуноглобулина И контрольное исследование крови Еще одна программа Включает исследования на четыре болезни И новая программа на целых шесть Приятный бонус от Колымска И беспроигрышная лотерея В ней приняли участие Все гости мероприятия Маша, расскажи, что ты сегодня Выиграла в лотерее Вот такой белочек И вот такая И шарики тебе, да, еще в лотерее Каждый год Их страхую отдельно, себя отдельно На даче, когда, значит, там Всегда обсматриваем себя Ну, одеваемся так, чтобы по траве не ходить Где-то в незнакомом месте Особенно Много-много-много лет страхуемся уже Застраховаться от клеща Получить грамотную консультацию Можно в двух офисах компании Либо онлайн на официальном сайте Берегите себя Яна Попова, Дмитрий Новопашин Местное время 7 апреля свой профессиональный праздник Отметили геологи В минувшую пятницу в городском музее минералов Состоялась встреча представителей этой профессии Среди них были и основатели коллекции Которую сегодня доступна для ангарчан В экспозиционных залах Сейчас она насчитывает 1760 экземпляров Она пополняется ежегодно Но все-таки большую часть Собрали именно вот эти люди Которые сегодня у нас в гостях Мы очень рады им Приветствуем их всегда Эта встреча у нас традиционная Мы отмечаем это событие Более десяти лет У истоков этой традиции Стоял Василий Михайлович Дубровин Первый заведующий нашего музея Который был начальником Отдела геологического Форкстройпроекте И поэтому он был главным для нас геологом Постоянной экспозиции В музее минералов уже 15 лет Большинство самоцветов Предметы частных коллекций Переданы в дар Большинство камней в своем природном состоянии Не очень приглядные Они обретают новую жизнь и окраски Лишь после обработки И соответствующей огранки Соревнования команд клуба Веселых и находчивых состояли 6 апреля в ДК «Энергетик» За кубок Ангарска боролись 4 сборные Кто не оставил шанса соперникам И поразил жюри, зрителей И нашу съемочную группу своими шутками Расскажем в сюжете Над чем готовы смеяться люди Над такими пороками как жадность и глупость А конкретно россияне над коррупцией Футболом и политикой А как насмешить сибиряков? Над этим вопросом ежегодно ломают головы Команды КВН города Ангарска Сиреневый мужик По речке проплывает Отца он пошел Два месяца назад Спасатель не спешит Спасатель понимает Своей лиги в городе уже давно нет Но зато есть рабочие коллективы У которых чувство юмора не занимать Они не хуже профессионалов Играют в любительский КВН Я Балтику просил, девятку Давай на семерку Все, не реви Неси в гримерку Зато теперь не будешь слышать Что тебе нечего носить Веселые и находчивые ангарчане Вместе собираются стабильно Ведь КВН проводится два раза в год 8 ноября собственно в день создания клуба И в начале апреля ко дню смеха Тема нынешнего года театр К трем основным этапам конкурса Визитка, домашнее задание И музыкальный биатлон добавили новый этап Командам нужно смешно прокомментировать картинку Или видео на экране Эта импровизация Опыт переняли у других лиг Дорогие друзья Господин Шарков планирует автобусную развязку Помимо чемпионов прошлых лет Команды втык из военно-тактического клуба «Диверсант» Старичков из сборной «Ангарские люди» И выпускников АГТА из моей любимой команды КВН В этом году впервые заявилась команда девушек Под названием «Шпильки» В нее вошли работницы мэрии Давным-давно они имели опыт игры В клубе веселых и находчивых Позже признаются, что возвращаться непросто Над тем, чем смеялись еще пару десятков лет назад Уже давно не смеются Пришлось брать артистизмом Добрая половина зала пришла болеть за команду втык Тут и плакаты, и транспаранты В зале энергетика «Аншлаг» В жюри опытные КВНщики из «Нефти» и «Раис» Смешники депутаты и руководители отделов местной администрации Мы пришли с семьей Поболеть за команду втык Я с дочерьми Мы хотим получить прекрасное настроение Заряд энергии и позитивных эмоций Звезда сборной втык Виктор Косенко Я обязательно передам Шутки зрителю, что называется, зашли Тут тебе и актуальная тема байкальской воды и китайцев Пенсионная реформа Пожары в кафе «Шалаш» Вечеринки в зодиаке Такси «Боксин» И даже торжественный бракоразводный процесс Дорогие разводящиеся Сегодня в этот прекрасный солнечный день Наверное Ваш корабль любви пошел ко дну Сыграл в «Титаник» А клещами народ напуган настолько Что команда «Ангарские люди» Решила провести для зрителей курсы антиклещевой самообороны Моделируем ситуацию Клещ вцепился вам в плечо Удар в прыжках Щелбан Клещ уничтожен Усложняем ситуацию Клещ ангарский Главное отличие клеща ангарского Это наличие холодных оружий По баллам команды шли ноздря в ноздрю По итогам трех конкурсов Лидеры вышло в тык Однако впервые за несколько лет Моя любимая команда КВН из АГТА Сумела обогнать соперников И вырвалась в лидеры Хорошо подготовленное домашнее задание И качественные шутки покорили жюри Кубок в руках вечных студентов Удача или активная ночная репетиция отцовства Косенко Что стало причиной победы АГТАшников Теперь и неясно Главное, что народ посмеялся от души Яна Попова, Дмитрий Новопашин, местное время И такова картина дня Все новости доступны также в интернете На сайте actistv.ru И на нашей страничке в инстаграм Всего вам доброго и до встречи Стиль ведущий салон Paninter Paninter Модная одежда на каждый день Субтитры создавал DimaTorzok